Добрый день! Меня зовут Неймарк Александр Евгеньевич. Я являюсь президентом Российского общества бариатрических хирургов, ведущим научным сотрудником НМИЦ имени Владимира Андреевича Алмазова в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук, доцент. Сегодня я бы хотел поговорить о технологиях бариатрической хирургии. Дело в том, что развитие бариатрической хирургии в первую очередь связано с развитием лапароскопических технологий. И лапароскопические технологии неотрывно связаны с именем компании Карл Штормс. Сегодня мы понимаем, что без качественной визуализации, без качественных инструментов мы не можем выполнять сложные бариатрические операции. В бариатрической хирургии очень важно производить операции максимально быстро, максимально эффективно и максимально качественно. Все это можно только благодаря хорошему оборудованию и хорошим инструментам. Очень важно для бариатрической хирургии именно аспекты того, как вы видите ткани, что вы видите внутри, насколько вы можете эффективно использовать, например, амцифляцию и так далее. Кроме этого, очень важны инструменты. Да, это специальные удлиненные таракары, усиленные инструменты, которые держат нагрузку достаточно большой по толщине передней брюшной стенки и многое другое. Об этом мы сейчас поговорим подробно. Итак, поговорим о визуализации. На сегодняшний день компания Carstos представляет, наверное, одну из лучших техник для визуализации в лапароскопической хирургии и, как мы уже сказали, это очень важно в бариатрической хирургии. Сегодня в нашем распоряжении есть технологии 4К, в нашем распоряжении есть технологии 3D. И та, и другая технология, она имеет свое преимущество. И, конечно, сегодня, когда мы вспоминаем те операции, которые были раньше на стойках достаточно простых, с HD-качеством, мы понимаем, что разница колоссальная. Потому что 4К – это высокий уровень детализации, это удобные большие мониторы, которые позволяют достаточно комфортно для глаз длительно работать. Это очень важно, например, на этапах ревизионной хирургии, когда мы делаем повторные бариатрические операции. Технологии 3D позволяют нам достаточно хорошо себя чувствовать и легко ориентироваться, заглядывая, скажем так, за какие-то уголки в пространствах брюшной полости. Потому что, как мы знаем, у пациента бариатрического всегда есть проблема с пространством брюшной полости. И когда у нас есть возможность расширить свои возможности для глаз, это всегда дает нам определенные преимущества, чтобы не сделать какую-то ошибку, чтобы вовремя увидеть нужный сосуд и так далее. Кроме этого, оптика, которая выпускается компанией Гаршторц, она специально сделана под бариатрических пациентов. Она удлиненная, что позволяет нам более легко использовать оптические расстояния, ставить тракара в удобном нам месте и очень качественно выполнять бариатрические операции. Поговорим о инструментах. Линейка компании Гаршторц является, наверное, наиболее надежным инструментом сегодня для бариатрических пациентов. Это усиленные тубусы, это удлиненный инструмент 43 см, и это достаточно комфортные зажимы. Плюс, конечно, очень важным качеством является долговременность работы этого инструментария. Итак, пройдемся немножко по инструменту. Например, удлиненный иглодержатель. Мы видим, насколько здесь длинная рабочая часть. Это позволяет нам легко манипулировать в достаточно глубокой брюшной полости на большом расстоянии от установленного тракара, потому что у нас как минимум всегда 10 см забирает передняя брюшная стенка. Как я уже упоминал, эта оптика, мы тоже видим, что она длинная. Например, вот эта стандартная оптика, вот эта удлиненная оптика. Мы видим с вами, что она достаточно длинная и позволяет нам выполнять более комфортно наши бариатрические вмешательства. Кроме этого, это удлиненная игла вериша. Не все сегодня пользуются, может быть, иглой вериша, но для многих хирургов это по-прежнему очень удобный, оптимальный инструмент для вхождения в брюшную полость. Удлиненные тракары. Для этого я показываю обычный тракар, удлиненный тракар. Не всегда они тоже нужны в бариатрической практике, но в некоторых ситуациях очень полезно иметь такой тракар. Кроме этого, у компании CarStorz есть достаточно широкие тракары, 13-миллиметровые, которые позволяют пропускать шивающие аппараты по диаметру. И это тоже большое преимущество, потому что это, к сожалению, позволяет делать не все многоразовые тракары. Здесь я сейчас еще посмотрю, есть у нас инструменты рабочие. Это непосредственно зажимы. Мы тоже можем с вами обратить внимание на длину этих инструментов. Да, мы видим, какая длинная у них рабочая часть. Это специальные бариатрические инструменты. И плюс очень удобные захваты. Зажим Крочи Ольми один из любимых для многих бариатрических хирургов. Просто кишечные зажимы, которые позволяют не повреждать тонкую кишку. Это все позволяет нам оперировать безопасно. В данном случае вот здесь у меня нету, но, например, у компании CarStorz есть прекрасные тубусы с маркировкой по длине. Когда мы можем с вами измерять петли кишечника, мы можем очень четко это делать, прикладывая орган конкретный к тубусу. И смотря сколько это, 5, 10, 15 сантиметров. Поэтому, еще раз повторю, инструменты компании CarStorz действительно очень удобны для бариатрической хирургии. И, наверное, являются сегодня ведущими в применении в бариатрической практике. Также у компании CarStorz есть набор уже таких специализированных приспособлений для определенных бариатрических манипуляций. Я бы обратил внимание в первую очередь на вот такой ретрактор. Это изначально ретрактор для бандажирования желудка, но, как мы знаем, бандажирование желудка сейчас достаточно редкая операция. Но, тем не менее, он очень удобен для того, чтобы проходить определенные зоны, особенно в области угла ГИСа, да, туннелировать, так сказать, пар с филоциду, например. И это действительно, он абсолютно травматичный и легко используется. И еще одно приспособление, у меня нет его сейчас на руках, это ретрактор Натансона, всем известный, который позволяет освободить руки вашего ассистента, зафиксировать достаточно массивную, как правило, долю печени бариатрического пациента и на протяжении операции осуществлять активную ретракцию. Пожалуй, на этом все. Спасибо. Спасибо.